Согласно ГОСТу, рядом с лежачим полицейским должен быть знак, который говорит о том, сколько метров до него осталось, то, что он здесь стоит. Сам лежачий полицейский должен быть окрашен светоотражающей краской. Перед ним должен быть тоже рисунок в шахматном порядке. Но, вот как мы видим здесь, на вновь отремонтированной дороге по улице и Мама Шамиля, два лежачих полицейских на расстоянии меньше, чем 100 метров. По какой логике они здесь расположены и почему не сопровождаются дополнительными, обязательными отметками, непонятно. И таких лежачих полицейских в нашей стране большинство. То есть неровности установлены без особых опознавательных знаков и в местах, противоречащих правилам установки. Почему это происходит, мы выяснили пообщавшись с жителями ближайших домов. Горожане попросили в устной форме и дорожные работники слепили лежачих полицейских из остатков асфальта. Но есть и другой вариант. Когда люди долго обращаются к чиновникам, с просьбой установить лежачего полицейского на опасном участке дороги, получают отказ и самовольно устанавливают неровности. Своими силами и средствами. Так случилось на улице Агумава, которая соединяет столичный рынок с вокзалом. Как рассказывает Абик Делба, чиновники им не смогли помочь, не оборудовать лежачих полицейских знаками, не покрасить их. Борозды на этих полицейских говорят о том, что именно в этих местах машины бьются об асфальт. А происходит все из-за того, что высота искусственных неровностей не соответствует стандартам. Превышает 2,5-3 сантиметра. Места, допустим, не более 7, составляет 9,5. Но это потому, что люди, которые делали, не знаю по чему заказу, люди, не знающие требования к искусственным неровностям и нагло сделали. Но высота не единственный параметр в этих искусственных неровностях, которые не соответствуют общепринятым нормам. Как мы выяснили, этот лежачий полицейский устанавливали сами жители ближайших домов по улице Агумава. Естественно, обычные люди не знают, какой высоты и ширины должен быть лежачий полицейский по ГОСТу. И кроме того, им неизвестно, что по краям лежачий полицейский должен быть оборудован водоотводными каналами, для того, чтобы во время дождя не образовывались лужи. Лужи перекрывают лежачий полицейский, водители просто-напросто не видят, что он здесь находится. Тем более, что ни одного знака рядом не установлено. Еще один лежачий полицейский, расположенный вопреки всем законам, в том числе и логике, располагается на Белом мосту. Кроме этого, его высота превышает допустимые 7 сантиметров. Вот он, 9,5. То есть 9,5 сантиметров, вместо допустимого не более 7 сантиметров. Высота искусственной неровности. В районе Каштака располагается уникальный лежачий полицейский. Мало того, что его установили прямо перед поворотом, так он еще и сопровождается знаком, который дает водительную информацию о несоответствующей дорожной ситуации. Вместо знака предупреждает искусственная неровность, знак 1,17. Установлен знак 1,12,1. Опасные повороты. Но там действительно повороты? Нет, это не такие опасные повороты. Во-первых, он вдали, и он не является опасным. Более того, если даже установлен знак опасные повороты, он не тот знак. Здесь установлен знак направо поворот, а там поворот налево. Кроме того, этот лежачий полицейский давно вышел из строя. В нескольких местах нарушена его целостность. Водители, чтобы не сбавлять скорость, просто объезжают его, нередко создавая аварийную ситуацию. Видов нарушений, связанных с лежачими полицейскими, так много, что можно вводить в классификацию. На проспекте Айайра их сразу несколько. Нет знаков, и видно, что нет должного ухода. Искусственная неровность, призванная возвышаться над землей, в некоторых местах стала ямой. Отсутствует знак о искусственной неровности дороги, в том числе и предупреждающий о том, чтобы снизить скорость до 30, до 40. Практически отсутствует ни дорожных знаков, ни дорожной разметки. А что, в каком состоянии снимить... Выяснять, кто несет ответственность за установку и эксплуатацию лежачих полицейских, сегодня мы не стали. После телефонного разговора с начальником управления ГАИ Республики Батала Магарба, который сообщил, что автоинспекция не имеет к этому никакого отношения, стало понятно, что найти ответственных будет непросто. И это еще одна сфера жизнедеятельности, которая в нашей стране регулируется стихийно. Мария Анна Котова, Турник Амич, Баба, ЗТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова